Всем привет! Я Тимур. Я Дэн. И завтра 8 марта, и судя по всему мы попали. У нас есть килограмм мяса и килограмм муки. И, похоже, мы приготовим кашу из топора. Ну, или чебуреки. Как получится. Нам понадобится две луковицы, чеснок, перец, кипяток, укроп, масло, мука, соль и, собственно, мясо, из которого мы сделаем фарш. Просеиваем муку. Отмеряем 100 миллилитров подсолнечного масла. И вилочкой тщательно вмешиваем нашу муку. Чат. Нам понадобится крутой кипяток, который умеет читать рэээ. Чтобы не обжечься, кибяток сначала льем на руки. К нему надо привыкнуть. А только потом в тесто. Отмеряем 300 миллилитров. Чайная ложка соли для теста. Ты когда-нибудь замешивал тесто? Нет, а ты и я нет! Дэн, его нужно собирать вместе, а не разбирать. Кажется, оно немного собирается уже. Делим тесто на 12 частей. Делаем 12 шариков. Тебе не кажется, что они не совсем ровные и не совсем шарики? И так сойдет. Кладем в холодильник на полчаса. Надо порезать и перекрутить мясо. Порезать и почистить лук. Делаем фарш. Солим, перчим, чесночем по вкусу. Для фарша понадобится укроп. Чтобы чебуреки получились сочными, добавим фарш воды. Делим, ты знаешь, как выглядит сковородка? Это она? Нет. Может, это? Нам понадобится очень много подсолнечного масла. Делаем блины из замороженных шариков. Делаем гигантские вареники. Нужно, чтобы там не было воздуха. Поэтому мы их приплясываем руками. Кладем на раскаленную сковородку. Обжариваем с двух сторон. Останови! Кажется, что-то пошло не так. Ну, зато с корочкой. О! Эти повеселее! Ты знаешь. Мама, бабуля, поздравляем с восьмым марта. Еще раз. Мама, бабуля, поздравляем с восьмым марта. Мама, бабуля, поздравляем с восьми миллионов тысячами Junель 간? Субтитры создавал DimaTorzok